Добрый день, друзья! Сегодняшний ролик это ответ на ваш вопрос, который я увидела, когда утром вошла на канал. Вы интересовались, как же перезимовали мои манюсенькие саженцы из поздно зачеренкованных роз, которые я вынуждена была оставить зимовать на неотапливаемой лоджии, так как они такие совсем слабехонькие были. И корешки стали пускать буквально только во второй половине осени. Видите, какие ниточки тоненькие-тоненькие. Ну, куда их было высаживать? А на улице уже ноябрь месяц. Кто смотрел мое позорное видео о черенковании роз, тот знает, что эти череночки единственные выжившие из всей батареи, несколько десятков, которые я пыталась зачеренковать. О своих главных ошибках я тогда вам рассказывала, предостерегала, чтобы вы не повторили их. И вот, когда переделала два черенка, поздно, уже в августе месяце, они мне единственные получились. Но слабенькие, потому что позднее черенкование. Но, сами понимаете, так как это был мой первый опыт, дались они мне нелегко, поэтому уж слишком хотелось мне сохранить их до весны. Тем более, что вот за окошком и место для посадки. Это склон напротив нашего подъезда. А череночки эти сорвали с парковой мне розочки, которая растет уже почти 35 лет у нас у фонтана. Радует жителей нашего города тем, что просто неубиваемо или аномальная жара, или малоснежная зима. Ну, то есть, ей ничего, ничто ее не берет, не ухаживают за ней, не обрезают, не поливают. Она цветет двумя волнами цветения, и вторая волна заканчивается аж-аж в ноябре месяце, когда ударят заморозки. Единственный минус, поражается мощнистой росой во второй половине лета. Но у нас лето, как правило, сухое, боже. Это опять соль на мою рану. Второе лето, ни капли дождя, пошел уже второй месяц, на троицу не было дождя. Везде показывают в новостях, что всех заливает. У нас ни капли, но просто ад, пекло. Вы потом видите, как это отразилось на розочке. В общем, как только я затеяла вот эти клумбы у подъезда, так, боженька, и стала нас испытывать по полной программе. Так, ну, поговорим о зимовке. Вот, смотрите, специально сняла вам градусник. В пределах 7-8 градусов держалась температура зимой на неотапливаемой закрытой лоджии. У меня лоджия такая хорошая, очень она так изолирована. Поэтому, видите, температура, ну, 5 градусов. Вот, и такие зимки были. Когда было очень холодно, когда у нас меньше 20 градусов было на улице, вот на те две недельки я вынуждена была занести их в помещение, то есть в комнаты. А так, смотрите, эти баклажки у меня стояли в большущем таком целлофановом пакете. Пакет я поставила в картонную коробку и вот сверху не завязывала этот пакет, а просто вот так прикрывала, чтобы щелочки были, чтобы дышали. Но, когда температура опустилась на улице ниже 20 градусов, конечно, пришлось мне занести их в комнату, поставить на подоконник. Вот поставила, видите, так, чтобы и щелки окна отдуло так капитально, окно северное, и щели окна так задувал еще холодненький воздух. И на лоджии в то время у меня было минус 4 градуса, то есть оставлять вообще никакой возможности. И, смотрите, даже на подоконнике всего лишь 7-8 градусов тепла. Представьте себе. Ну, в общем, в квартире дубарь был такой капитальный. Но вот уже опять потеплело у нас, и в марте месяце они перекочевали у меня снова на лоджию. Как видите, вершочки у них визуально подросли, а корешочки, честно говоря, такие остались, как осенью. То есть никакого прогресса я не наблюдала. Но благодаря тому, что вот в квартире было так холодно, а на окошке вообще там 8 градусов, но максимум 13. Вот максимум 13, больше не поднималось. Как только температура стала на окошке выше 13, я сразу их выставила на лоджию. Поэтому они не сшибко вытянулись. И паутинный клещ нас тоже не настиг, так как период этот был непродолжительный. Ну, буквально 2 недельки они у меня были на окошке, а то все время на балконе. За эти 2 недельки, пока они стояли в комнате, я их ни разу не поливала. Ну, и вообще за всю зимовку ни разу не опрыскивала. Никогда на балконе стояли, никогда в комнате. Так как сверху вот был вот этот пакетик постоянно прикрыт, влажность достаточно нормально сохранялась, температура была невысокая. И, видите, в таких условиях минимального полива они достаточно хороший прирост дали. Прирост не нужен зимой, вот этих вершочков. Корневую надо наращивать. Поэтому я, наоборот, боролась за то, чтобы минимальный вот рост верха был, а максимальный низа. Ну, вот у меня получилось, что верх все-таки пошел расти. Слава богу, что не стремительно. А корешки никаких видимых результатов очень долгое время не давали. Весной они были уже открыты. Целлофаном я их не прикрывала, а наоборот закаляла всеми силами. То есть, стояли так, периодически на таком санцепёке-санцепёке. Весна у нас в этом году была затяжная, поздняя. Поэтому и солнце, и мороз одновременно. Вот, видите, снег еще вовсю лежит, а солнце шмалит через стекла лоджии. Но лоджия приоткрыта. То есть, щелочку я обязательно оставляла для проветривания и, опять же, для закаливания. Мне не надо было, чтобы они вытягивались. А расти они вот стали действительно буквально каждый день. Я видела, как по чуть-чуть, по чуть-чуть, по одному, по два миллиметра они подрастают. И вот уже в апреле месяце высадили, зная, что у нас в любой момент может шарахнуть засуха и жара, мы высадили наши розочки на склон напротив подъезда. Склон у нас, как видите, достаточно крутой. Тем более, учитывая, что дождей катастрофически мало летом. Иногда вообще нет вот такие аномальные сезоны. Вот второй уже такой продолжается. Поэтому всеми силами укрепляем, чтобы вода не стекала, которую вынуждены носить ведрами. Правда, спасло наши новопосажные саженцы, а мы кроме роз насажали там и сирени и так далее, то, что весна была дождливая. И вот они смогли зацепиться. Вот вам показываю. Сегодня прочитала комментарий. Думаю, так, ладно, уже по 30 градусов жара, но пойду сниму. В каком состоянии сейчас хотя бы одну розочку сниму, потому что там на второй склон у меня уже нет сил карабкаться. Вот смотрите, с подоконника, видите, старые подоконники выбрасывали, и мы сделали вот такое ограждение, чтобы не сползала почва. И там уж чего у нас только не напихивано. Вот кабачки лежат, которые тоже выбрасывали наши жители подъезда. И вот мы и в качестве мульчи, и в качестве удобрения, и в качестве воды вершочки вообще спеклись все. Хотя, видите, саженец достаточно неплохо нарос. Но вершочки спекаются, несмотря на то, что в корешочках там влажно. Потому что, ну, буквально два дня назад вылила я ведро воды. Три ходки делала, по чуть-чуть, но в общем итоге ведро воды я вылила на эту розочку. И тем не менее, вот такой у нее вид. Листочки такие, знаете, зажухлые немножко, скрученные на солнце. Нежные верхушечки вообще обожглись. Так как у нас зона экстремального земледелия, тут и от детей у нас, и от зверей баррикады настроенные. И склон укрепляем, чтобы он не сползал. Ну, в общем, у нас тут очень интересно. Вот карма такая у наших несчастных растений. Всегда доводится их от чего-то, либо от кого-то спасать. В общем, не до съемок. Хотя с другой стороны лестницы, вот я похвастаюсь вам. Смотрите, розочка, правда, это не череночек. А это такой застаренный саженец, практически без корневой, который выбрасывали с дачи. И вот либо выбрасывает, либо хотите, мы вам подарим. Хотим. И вот взяла я осенью этот саженец. Конечно, там корневой практически вообще не было. Какой-то обрубок, думаю. Так, наверное, таки она не жилец. Но, тем не менее, полюбила ее всей душой. Поливала ее до глубокой осени. Буквально до декабря месяца. Поливала, замульчировала капитально. И вот смотрите, как она нас радует. Какая красавица. Розочки из череночков тоже уже несколько раз выстрелили бутончики. Но я им цвести не даю. Я их обрывала сперва. А теперь, когда уже совсем жарко стало и сухо, то, как видите, верхушки и так обгорают. Там уже не до бутончиков. Но так как бутоны уже они продуцировали, то я так понимаю, если осенью так будет прохладненько и хоть какие-то дожди, то я им дам и процвести обязательно, чтобы хорошо прозимовали. Итак, друзья, делаю вывод, что отлично мои череночки перезимовали. Но главное условие, надо температуру держать. Лучше всего, чтобы она держалась на уровне 4, 5, 6 градусов. Потому что даже при 7-8 вершочки все равно растут. А лучше пусть они находятся в состоянии покоя. Вот корневую я не увидела никакого прогресса. Они так и не нарастили. Как осенью была, так весной я их высаживала с такой корневой. А вот весной вершки начали гнать капитально. И за те 2 недели пока находились в комнате. Поэтому максимально сохраняйте их на балконах, либо там между рамами оконными. То есть не должно быть им жарко. И тогда они прекрасно сохранятся и не будут поражаться паутиным клещом, либо другими вредителями. В общем, друзья, удачи! У кого много дождей, слишком много, пересылайте их нам. А так пышного всем цветения, роз и аромата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова